Ребят, ко мне подъехала лучшая клавиатура от Asus. Да, вот так сразу. Это уже четвертая модель фирмы, которая попадает ко мне в руки, и на первый взгляд она не сильно отличается от других, но дьявол, как обычно, кроется в деталях. Если вы видели наш ролик о скупе TKL Deluxe, то скупе RX вам также покажется знакомой. Тут тоже верх из толстого листа металла, который шикарно препятствует прогибанию, скручиванию и поперечному нажатию. Похожие ABS кикапы с качественно сделанными символами, как кириллица, так и латиницы. Неплохая подсветка каждой клавиши, и с учетом того, что ее тип свечения, цвет и интенсивность можно настроить в фирменном приложении, даже мне она понравилась. Снизу качественный пластик с пятью резиновыми вставками, они отлично препятствуют скольжению, и две выдвижные ножки с резинками похуже, но использовать их все равно можно. Кабель длиной 180 см, не отсоединяемый, и поскольку я люблю приставать к мелочам, можно было бы сказать, ага, тут схалтурили. Но на заднюю грань вынесли USB 2.0, в который можно вставить Bluetooth или приемник мыши, например. Поэтому на конце провода можно заметить два USB штекера с пометкой, чтобы сразу было понятно, кто за что отвечает. Еще хочу отметить, что эту клавиатуру действительно можно назвать игровой, и не из-за подсветки, как это обычно бывает, а из-за гибкой настройки в приложении, форм-фактора кнопок, свечей и стабилизаторов. В Armory Crate помимо подсветки можно настроить каждую кнопку, повесить функцию или макросы, отключить сочетание клавиш Alt-Tab и Alt-F4. Кикапы не просто сделаны по раскладке ANSI, но вдобавок тут удлинили Ctrl, сделав меньше кнопку Windows, что явно оценят геймеры. Конечно, есть функциональные кнопки для управления плеером, общей громкостью и кнопка, которая сворачивает все окна и выключает звук. И тут, наконец, я расскажу о главной фишке, это свечи. Тут новые Rogue RX Red, разработанные специально для этой клавиатуры оптические свечи. Сверху можно заметить нестандартное крепление, оно квадратное и на каждом углу полость подножки расположенная на кикапах. Это практически полностью убирает люфт со стороны в сторону. Казалось бы, не так уж и круто, но на моей хейтер Rockfall EVO TKL это доставляет мне неудобства. Если обратить внимание на люфт, тут он достаточно заметен. Кнопки немного смещаются и, мало того, что выглядит не очень, так и при слепой печати это немного дезориентирует. К слову, на черной версии клавиатуры я такого не заметил. Обзор на нее тоже можно посмотреть по всплывашке. Помимо крепежа в Asus изменили и сам механизм. Как можно видеть через полупрозрачный пластик, тут ножничный стабилизатор. Схожее решение можно найти в клавиатурах Apple. Это дает линейный ход кнопки с минимальным перекосом в сторону. Также по центру расположили диод подсветки, из-за чего свечение равномерное и кнопки со всех сторон выглядят красиво. Благодаря виду свечей меня даже приевшийся форм-фактор скелетон не огорчает. Срабатывание считывается с полутора миллиметров. Сила нажатия до считывания 40 грамм. Полное нажатие 55 грамм. Скорость срабатывания 1 миллисекунда и заявленный ресурс до 100 миллионов нажатий. Даже есть небольшой логотип ROG на каждой кнопке. Вот это внимание к деталям. Помимо этого тут шикарные стабилизаторы. Небольшой холостой ход есть на шифтах и контрол. В остальном все отлично. Плюс они смазаны и клавиатура звучит достаточно тихо. Ощущение при печати и игре отличное. И дабы уберечь всю эту прелесть, клавиатура защищена по стандарту IP56. То есть пыль и потоки воды ей не страшны. Так как в мире нет идеальных вещей, эта клавиатура тоже не лишена недостатков. Первое. Сила нажатия для меня оказалась чрезмерной. 55 грамм это достаточно много. На моей хейтер Ива 45 и разница весьма ощутима, но это дело вкуса и привычки. Второе. Скоупер Икс только поступает в продажу и точной цены я пока не знаю, но судя по заявлениям, стоить она будет в районе 150 долларов. Для меня дороговато. Подводя итоги, купил бы я ее себе. С одной стороны да, она хороша. Сборка отличная, новые свечи действительно ощущаются круто и возможно я бы даже смирился с силой нажатия, но с другой стороны ценник, который лично меня отпугивает. Заменил бы я свою Rockfall Ива, если бы мне ее подарили? Возможно, но я фанат ТКЛ версии. И вот если Asus сделает такую же, но с меньшей силой нажатия и ТКЛ, тогда поговорим. У вас нет такого же, но с перламутровыми пугольцами. Но это я. Если же вас цена не отпугивает, ее точно можно рассматривать к покупке. По крайней мере, найдите ее и попробуйте в печати или игре. Оно точно того стоит. Это все, о чем я хотел сегодня рассказать. Если электроника и околокомпьютерная тематика интересно, подписывайся. Лайки только по заслуженности. А я желаю тебе удачи и до встречи в следующих роликах на канале Elmir.ua. Меня зовут Сергей. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok